Тема. Контракты. Они позволяют вмениваться предметами, передавать их безвозмездно и, конечно, покупать, продавать вещи. Контракты можно создавать откуда угодно, при этом самому не обязательно находиться на станции, где лежат предметы. Примечание. Контракты нельзя создавать на предметы, которые лежат в трюме корабля. Они обязательно должны находиться на складе станции. Проще всего создавать контракт на продажу со склада станции или базы личного имущества. В базе личного имущества отображаются все станции, на складах которых есть ваши предметы. Открываем нужный склад станции. Выбираем предмет. Жмем по нему левой кнопкой мышки. В появившемся меню выбираем создать контракт. В меню создание контракта 4 шага. Первый выбор типа контракта. Второй выбор предмета. Третий выбор параметров. И четвертый. Подтверждение. В первом выбирается тип контракта. Обмен предметами, он же продажа или покупка. Аукцион, где товар выставляется на определенный срок с или без ценой выкупа, где покупатели ставят ставки. И курьерский, на доставку грузов. Также указывается доступность контракта. Она может быть общедоступной. Это значит, что кто угодно может принять такой контракт. Частной. Для конкретного лица. Тогда требуется указывать его них. Или для корпорации. Тогда только участники корпорации Русская Академия смогут принимать такой контракт. Если у вас есть полномочия, то вы можете создавать контракт от имени корпорации. Однако при этом у вас должен быть доступ к счетам и складам корпорации. Одних полномочий на разрешение размещения контрактов недостаточно. Выбрав для продажи предмета тип контракта обмен предметами необходимо переходить ко второму шагу. Академия. Если предметы были выбраны заранее, создавались из блага станции или из базы личного имущества, то тут менять ничего не нужно. Переходите к следующему шагу. Однако, если предметы заранее не выбирались, то требуется выбрать нужный склад, станции где находятся нужные предметы. Из списка выбрать нужный предмет, и только потом переходить к следующему шагу. Если на втором шаге не выбирается предмет, то так создаются контракты на покупку. Переходим к третьему шагу. Здесь выбираются параметры контракта. Я заплачу. Здесь указывается сумма, если вы хотите купить. Я получу, если хотите продать. Срок истечения указывается, когда контракт будет удален из базы, если его никто не купит, а сам товар возвратится на склад станции. Галочка на функции «Обменять предмет» используется, когда нужно купить или обменять товар. В линканите перетащите название предмета в появившееся окно «Тип предмета» или скопируйте его туда и нажмите «Добавить предмет». Вы увидите, как предмет появился в списке. Переходим к следующему шагу. Здесь отображается предварительный просмотр контракта. Можно проверить, все ли верно указали. А главное – гонорар брокера. Это налог от суммы, которую вы указали. Для того, чтобы узнать правильную стоимость товар, для начала нужно открыть склад или базу личного имущества. Справа в верхнем углу есть способы отображения товаров на складе. Пиктограммы, информация и список. Необходимо выбрать информация или список, чтобы товары отображались в виде таблицы. Выбираете нужное количество вам товаров через Shift. Копируете, Ctrl-C или через правую кнопку мыши. В появившемся окне выбираете «Копировать». Далее нужно открыть меню корпорации, зайти на закладку «Главная страница», в ней закладку «Бюллетени» и найти тему «Цены». В ней выбрать любимый сайт для просмотра цен в торговых центрах. На сайте в нужное окно вставить те товары, которые вы скопировали со склада через Ctrl-V. Убедиться, что выбран хаб жито, а не какой-то другой и нажать кнопку «Submit». И так вы видите стоимость покупки и продажи на эти товары с учетом их количества. Продолжение следует...